Помазание Иосифа. Раскрытие значения. Дар от Бога. Мир вам, друзья. Приветствую вас на блоге Виктора Буслова по знанию. Сегодня я часто вижу, особенно в семейных мелодрамах, таких персонажей, которые имеют свои фермы. Такие хозяиновитые, спокойные, трудолюбивые. Братья, сестры, вас в жизни называют хозяином, хозяйкой. Кто такой хозяин в нашем понимании? Это человек, хорошо управляющий своим домом, работой, бизнесом, фермой. Так ведь? Но понятие хозяин, откуда оно пришло? Откуда появились такие удивительные люди? Что такое помазание Иосифа и как это связано с ним? Нам всем с детства известна история Иосифа. А вы заметили, что он был управляющий? Сначала у своего господина, потом в тюрьме, а потом ему доверили и весь Египет. Но этот феномен был доступен только Иосифу? Или и нам можно получить этот дар? Помазание Иосифа. Так вот посмотрим на слово «хозяин», «управляющий». Что об этом говорит Библия? Посмотрим также, вдобавок, может и в последующих видео, на «женщин от Бога» с помазанием Иосифа. Женщины не исключение, братья и сестры. И в свою очередь, то, что меня побудило к написанию этой темы. Почему этот мир не любит таких людей, как мы? Тех, кто несет Божий порядок туда, где мы живем, работаем, служим. Почему этот мир буквально отталкивает нас тогда, когда мы хотим сделать что-то хорошее? Начнем. Добро пожаловать в это маленькое путешествие по Библии, где Бог, в частности, показывает этот дар для детей своих. С детства мы все знаем историю Иосифа. Вы когда-нибудь замечали, что он прошел путь от управляющего своего господина до надзора над всеми Египтом? Этот дар от Бога сейчас доступен каждому. Смотрите, чтобы узнать о помазании Иосифа и даре лидерства от Бога. Не забудьте подписаться на больше подобного контента. История помазания Иосифа В Библии рассказано об Иосифе в книге «Бытие» с 37 главы по 50. Мы не будем сейчас всю ее зачитывать. Мы посмотрим на некоторые моменты, связанные с его жизнью и судьбой. Мы посмотрим. У него было четыре основных момента в его жизни. Во-первых, жизнь с родителями, дурабство. Во-вторых, служба в доме царедворца Патифара. В-третьих, его жизнь в тюрьме. В-четвертых, он управляющий Египтом. Управляющий от Бога. Но все это объединяет сам Иосиф и его жизнь, работа. Он везде, попросту сказать, был управляющим. Посмотрим более детально. Откроем «Бытие» 39 глава с 1 по 7 стих. Иосиф же был отведен в Египет и купил его из рук измаильтян, приведших туда. Египтянин Патифар, царетворец фареонов, начальник телохранителей. И был Господь с Иосифом, и он был успешен в делах и жил в доме господина своего, египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему. И он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его. И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. И было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле его. И оставил он все, что имел, в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. Иосиф же был красив станом и красив лицем. Это книга Бытие, 39 глава, стихи с 1 по 6. В стихах 3 и 4 написано, что Патифар, его господин, увидел, что во всем, что он не делает, имеет успех. Помните 1 Псалом, стих 1 и 3? И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Да, это написано о Иосифе и о нас. Патифар, разумеется, поставил его над домом своим и над всем, что имел. Иосиф имел успех. Но что он делал? Он управлял домом, хозяйством Патифара. Иосиф управляющий, хозяин темницы. Откроем Бытие, 39 главу, стихи с 20 по 23. «И взял Иосифа, господин его, и отдал его в темницу, где заключены были узники царя. И был он там в темнице. И Господь был с Иосифом, и простер к нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. И отдал начальник темницы в руки Иосифу всех узников, находящихся в темнице, и во всем, что они там не делали, он был распорядителем. Начальник темницы и не смотрел ни за чем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он не делал, Господь давал успех». Это книга Бытие, 39 глава, стихи с 20 по 23. И опять, кстати говоря, видим, Иосиф управлял, был распорядителем. Он, вместе с тем, умело управлял темницей и узниками там. Помазание Иосифа у фараона Откроем книгу Бытие, 41 главу, стихи с 38 по 41. И сказал фараон слугам своим «Найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий?» И сказал фараон Иосифу «Так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя». И сказал фараон Иосифу «Вот, я поставлю тебя над всей землей египетскую». Это книга Бытие, 41 глава, стихи с 38 по 41. И опять, что и говорить, Иосифа поставили управляющим. Что говорил про Иосифа его господин? Патифар. Господь с ним и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. Управляющий темницей. Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал успех. Фараон «Так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты». Везде и все, и все говорили, что это от Бога. И, разумеется, это так. Собственно говоря, этот успех, разумение и мудрость дает Господь. Но только ли это было с Иосифом? Нет, друзья. Безусловно. Этот дар помазания Иосифа дан всем, детям Божьим от Адама. Сейчас мы вернемся и к началу книги, к созданию человека. Посмотрим истину, начало. Но это уже будет в следующем видео. Как бы там ни было, сегодня мы путешествовали во времени. Смотрели, что говорит Библия об Иосифе и об Амазане. Более того, мы еще много будем говорить на теме Бога, Иисуса Христа, Духа Святого. Подписывайтесь. Будем вместе путешествовать по страницам Слова Божьего в современном мире. С вашего позволения, сегодня я заканчиваю. Вам понравилась запись или вы получили слово Откровение от Духа Святого, то, конечно, поставьте лайк. Когда вы ставите лайк «Мне нравится» или делитесь рассказать друзьям, в результате вы помогаете служению спасения и распространению Божьего Слова. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь.